Чернослив Две столовые ложки коньяка И, что вообще замечательно Работаю с черносливом Не знаю, узнала ты или нет Сок апельсина И цедра апельсина тоже Очень вкусно И очень интересный получается аромат А если тебе еще удалось бы найти Копченый чернослив, как бывает в Молдавии Знаешь, настоящий такой копченый чернослив Ммм, какая это прелесть Так Сначала снимем цедру Вообще так можно Чернослив замочить Просто в чай с цедрой И утром с йогуртом очень вкусно Или с кашкой Красота Вкусно, полезно Цедра апельсинчика Если попадется косточка, ничего страшного Потому что нам понадобится только чернослив Нам маринад висит не понадобится А жалко, правда, маринад роскошный Все Замочили И забыли Оставили, пусть ждет своего часа А мы займемся тестом Тесто будет обыкновенное То есть торт будет такой Знаешь, он как бы даже не торт Он скорее пирог Потому что будет такая форма из теста И она будет наполняться кремом с черносливом Поэтому, по-моему, за границей Там у них В заморских краях Это называется пай В общем, будет у нас такой пай 125 грамм сливочного масла Есть сахар 50 грамм сахара Щепотка соли И мука 180 грамм муки Начинаем с того, что взбиваем масло с сахаром Чтобы они стали однородными Пока масло с сахаром взбиваются Мне еще нужно два желтка То есть отделяю белок от желтков Белок пригодится как-нибудь Для каких-нибудь других целей Например, для белкового омлета С зеленью утром Вот как только Хочу тебе показать обязательно Как только масло с сахаром Стали однородными А если ты не забыла вынуть Сливочное масло Это очень быстро происходит Начинаем добавлять муку Постепенно И желтки по одному Теперь все это должно как следует Вымешаться А я подготовлю форму Форма Смазываю ее сливочным маслом Вообще, это золотое правило Пекаря, кондитера, повара и кулинара Форму со сливочным маслом Подсмазанную готовить заранее Да, тогда У тебя, когда тесто уже готово И форма готова Ты раз ее и выложила Понимаешь? Поэтому она у меня Постоит и подождет Своего часа Потому что тесто В свою очередь Должно провести Минимум часок в холодильнике Тесто полежало В часок в холодильнике Вполне достаточно для него Чтобы оно, видишь, стало Так вот схватилось Красота Вот теперь его нужно Раскатать в коржик Коржик должен быть диаметром Той формы, которую мы с тобой Заранее смазали Чтобы тесто раскатывалось легко Берешь два листа бумаги Для выпечки Смазываешь их Присыпаешь, вернее, их мукой Чуть-чуть Мука уже здесь Муки нужно совсем немножко Потому что к бумаге для выпечки Тесто и так не прилипает Но и потом нам не нужно Слишком много муки Чтобы тесто не стало Слишком крутым Так И начинаешь раскатывать Вот между двумя листами Видишь, как он красиво Похож на какой-то континент Этот пласт Да Давай помогу Давай Вот, видишь, какой получается пластик С этого же момента можно Раскатывать И без бумаги для выпечки Отправляем В форму Пардон Я не хотела Выкладываем Той высоты, которой мы хотим Чтобы у нас был торт Если мы хотим, чтобы он был высокий То эти все Вот так вот распределяем По краям Если мы хотим Чтобы он был низкий Да То не распределяем по краям Правильно? Правильно Марусь, ты любишь чернослив? Ну да Ну да? Ну да Так Ну вот Видишь остатки Вот из этого мы с тобой можем сделать Каких-нибудь печеней наделать Это все тебе Пожалуйста Спасибо Колобки Ну, колобки не знаю Так Теперь вот сюда как раз понадобится Один из листов этой бумаги И нужно присыпать чем-то Например, горохом Для того, чтобы тесто не поднималось И пропеклось как следует Так И отправить Его в духовку Температура 180 градусов Отправляю минут на 15-20 Он должен золотиться Так Дальше Пока он у меня сидит в духовке Я сделаю крем В комбайн Нужно отправить Одно яйцо, два желтка 80 грамм сахара Можно чуть-чуть поменьше Чтобы не было слишком сладко На любителя Немножко ванильного концентрата Несколько капель Если у тебя эссенция ванильная То добавляешь совсем-совсем немножечко А если концентрат То можно добавить Делать чайную ложку Потому что концентрат не горчит Так, как горчит эссенция Начинаем взбивать На высокой скорости А мне еще нужно Это будет сливочная Поэтому 300 миллилитров сливок И 75 миллилитров молока Нужно подогреть Естественно, не кипятить Потому что сливки могут, не дай бог, свернуться А просто подогреть Если у тебя есть такая роскошь Как палочка ванили То можешь добавить палочку ванили В молоко, пока оно греется Яйца и сахар, естественно, должны посветлеть И увеличиться в объеме Немножко, но все-таки увеличиться в объеме Ну что ж, Маруся-то не сделала Никакого нам печенья Сейчас мы это все исправим быстро Где-то тут у меня были формочки Как только сливки подогреются Сразу их можно вводить к яйцам Потому что яйца практически Меня уже устраивают Как они увеличились в объеме И посветлели Вот Видишь? Красиво А всего-то было два желтка и одно яйцо А вон какая красота получилась Сливки согрелись Вот это тот самый момент Когда мы их на небольшой скорости Соединяем с яичной массой Так, как там наш корж? Корж готов Посмотри, почему я говорю готов Ты сейчас поймешь Потому что, видишь, вот его краешки стали золотистые А видишь, если бы мы его не присыпали горохом Он бы весь мог вздуться Видно? Да Вот так Теперь Крем готов На этот корж Выкладываю чернослив Который такой ароматный Ну такой вкусный просто Аж даже жалко с ним расставаться Его должно быть как бы немного так, да? Ну его должно быть немного Потому что все-таки Он не должен быть один сплошной чернослив Будет же еще крем И он должен заполнить То есть это должен быть баланс соблюден Какой-то Так Заливаем чернослив сливочно-яичным кремом Видишь, прямо ровно по бортикам получилось И отправляем его в духовку Минут на 25 Как только он должен схватиться Это получается такой, знаешь, ну, сливочный крем Мы такой довольно часто делали в духовке Как только крем схватится, значит все готово Есть у меня подозрение Что наш торт с черносливом готов к тому, чтобы мы с ним встретились К встрече с ним Вот посмотри, видишь, когда он дрожит Видишь, то видно, что он не жидкий Вот это то, чего мы ждали Чтобы он вот так вот схватился Пока мы его поставим сюда Он должен остыть чуть-чуть Потом его нужно присыпать немножко сахарной пудрой Посмотри, какая красота Прелесть, а? Ох, красотища Ну все, на сегодня моя программа завершена Продолжение следует...